Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 родственного и в понимании ойца. Милость до ойчызны, но если милость, милость на przykład и каждый Полаг, предстоящий, даже думающий, понимающий, склата поятие ойчызна на две части. Милость до ойчызны, то милость. Милость то есть намиетность. Намиетность такая сама, как ненависть. То понимаем. Друга вопроса, то есть милость до ойчызны. Что это значит ойчызна? Если есть ойчызна, то definием ее, ее како-то, что есть ближше каждому из нас. Ойчызна, то есть дзекство ойцов наших. А ведь я jestem сыном, я мам ойца. Отец оставит мне то, что есть найценнейшее, по то, чтобы я прерял по ним ту schedу, которую он мне оставит. И то называется ойцовизна. Но ойцов мы все. И те, все ойцовизны, становятся ойчызны. Если в этот способ будем ее тумать, то значит, что поятие ойчызны стает себя овели ближше. Потому что это шеда, которую остали нам ойцы наши, а мы должны дарить эту шеду, которую остали нам ойцы наши, как то, что есть нам выжимово близки. И ойчызна стает себя ойцовизной нас всех. И что так дарим? Важно, что так. Важно, что так. Подходимы стосовно до часов, нецо звариованных, шибких, забеганных, с огромной массой środков, информации. Но в глуби души каждый есть патриотом. Это не так, что те цены, что эти цены отошли в память. Они выблокли в этой шаризне дня, в этой погони, в том, что нас отачат. Это дает себя страшно шибко. Мы не можем по-просто на рефлекцию. Такая рефлекция, как тут запрещеновал именно кс. Патер. Того нам бракует. А поятие ойчызна неконечно может быть только и улучшно до такой рефлекции при оказе Святе Народового, при оказе 3 мая или 11 листопада или свят костиных по-просто. Это такие ситуации, такие моменты, которые выволивают как-бы с наказом, наказу нам рефлекцию как-бы-historyчную. И потом это приводит именно до такого историицизма, czyli rozważания о patriотизме в кategориях истории. И отрожу muszą быть привыканы велкие идеалы, авторытеты, Piłsudski, Дмовский, или Кроловой, Казимир Велки, так или иначе, потому они и о них мы говорим в контексте ойчизны. Но я думаю, что так не должно быть, потому что, если потратуем ойчизны не как-то прешлость, не только под кантом историческим, а как-то спадку ойцов, то тем авторитетом в первой kolejности должен быть ойчец. И питание, czy этот ойчец приказал во-бек-tego своему dzieckу милость до себе, до своей родины, а тем самым приказал милость до родины. То есть, то есть, которые могут со собой корреспондовать. То есть, то есть, что трога такая поколенива лекция patriтизма. Берем под внимание, так как п. П. Лукьян сказал, то дизейсшее загонение, может, trochę консумпцийное, то правда. Может, оно rzeczywiście выблакло нецо. Может, nawet родители, которые powinni бы иметь глубже объем объем приказывания этих wartoстей, может, запоминаю с подобных раций, может, так, что и школа менее указывает этих wartoстей. То значит, так улыпукла, может, сбыть мало, потому что, снова же, ракаясь до того, właśnie, этой спустизны, как то pan profesор сказал, этой schеды, tej ойцовизны, но это пень это ойцовизна, то есть что, что, powiedzмы, есть в заседании моего отбора, даже бы нелеги конечного отбора, обезда, потому что не доброе есть, когда бы детство реагировало с ценностью, которые прозятуют родители. То есть на то наш спойный обезьяк. Вспойный обезьяк над то. Потом еще, myślę, trzeba будет порuszyć несколько innych еще аспектов, но обезьяк, что, powiedzмы, что что-то творит. Может, я привозу к памяти очень интересный момент из нашего дома родинного, потому что я немного прожила Второй войны святой. Например, как родители выкшелкали через всадить за сафы. А на белый медведь. То значит, я бы тут еще одну вопрос порусил. Отец сказал, что это вопрос этого дизитства, которое zostanie приказано. Пытание через кого? Я бы zwróciл внимание на то, что тем главным приказителем традиции patriотызма есть родина. И это по-за вселенной дискуссии. Тут все начинка. Другая kwestия это школа. Другая следующая это оточение, средство, в котором молодой человек возрастет. Но наша родина уже нечто другая в мире. Мы часто имеем с родином, которая проводит до родителей, одного, двойки, максимально тройки детей. Давно были родины wielопоколенивые. Был дядек, бабка, в этом самом доме было это тепло, всегда сгадлени через отец. Можно было учиц до дядка, до бабки. Они уже mieli więcej czasu, силы, тройки, до rozmовы, а по за тем и более послухивали контакту на этом pewnем poziоме таких простых сформулах с детьми. Как часто было так, что дядек или бабка сиадали и оповиадали. А дети с захвытом седали до окола дядка и слушали, что он говорит. Домовые лекции истории. И в моменте это дядько кодовало заровно историю, заровно то учуще и учуще до дядка, до бабки, то тепло, которое от них emanывало, оно się прикладало на свой край и на кштаутование этого uczуcia patriотизма. И это было такое присважание своего patriотизма через тепло дядку. А в этой chwili дядков не не в такой безпосредной форме домовой, выховавшей а в этой chwili нужно zwrócić увагу как есть. внучек до бабки впадет раз в тыгодни и это с прощбой, чтобы его помогла финансово. Где есть это чувство, где есть это чувство, где есть час на то, чтобы порозговать на какую-то reflexию. А та бабка очень бы хотела в этом моменте говорить. И попада в другую скрайность, потому что внучек не хочет слушать. И тут есть проблем, правда? Я может дополюю такой эмеретована уже тогда полонистка пани Janina Михайлевская. И прошу помыслить, как она вспоминала, когда в доме дядкови отчитывали fragmentы из газет указанной повести Сенкевича. Стопниово, что это крыжцы, скажем, најгольнее говоря, трилоги, потому что они выходили частями в газетах тогда и то была какая-то снова велика лектора, правда? Власть зачерпнита нигде не в школе, не по-за, но в доме, в родовиске родинном ближшем. Тен сентимент и то отнесение. Тедень тому говорили о проблемах в школе и тоже до таких конклюзий, что родина является первым элементом выховывающим человека и так најдно школа отримует уже учния за это ответственное, или даже поносим ответственность, потому что это могут исполнять. Я думаю, что институты строфирующих за брак выхования есть много, и людей, которые потратят критиковать, это всегда много, но и так всегда этот чувак до бича, который найдет, это будет дежурный и тем дежурным всегда будет школа. Но так не должно быть, потому что это действительно школа есть, то значит молодежь, это таким папирком лакмусовым часов, в которых живем. И не мы претензий до молодежи за то, что есть такая, как она есть, что есть притлочена массой информации, взорками, которые абсолютно будут от нашей истории, от нашей истории, что для кого-то авторитетом есть например Сильвестер Сталон или Шварценеггер, потому что он на такой папке был просто выхованный, а родители до этого допустили, потому что они позволили oglądaть эту массу фильмов. Oczywiście можно oglądaть, но на засаде какой-то равновой. Не может телевизия, DVD, magnetовик застой выхования родинного. А нистету так часто стало. Школа на pewno ma огромную свою роль до выполнения, но школа полска, я скажу кратко, моим данным, jako научитель, это хора. Хора на бирократе, хора на ciąгые изменения, которые są ласованы через разные органы власти, ministerства. Я работаю уже 15-16 лет в школе и та школа прожива стан ciąгой, такой permanentной reformы. Тут есть все reformы. Не должен так быть. Не ма тих стаых, которые с певным вызначникам. И спроведение например поятия до patriотызму в школах есть проводзое по- первое до лекции языка полскего, с другой стороны до лекции истории, третий до годин выховавших. Годин выховавших, на которых кажда школа должна иметь свой темат, при оказии świąт народовых, мауе, такие ко не о Зачнеми от постав или свидетельства научителей, которые всегда будут теми, что я использую поятия ойцами в этом случае, а также какие-то въотки на шее других лекций. Значить научитель всегда должен быть авторитетом для учня, потому если не не ма авторитетом, то вогле не должен працать как научитель. Но в маущество многих научителей потратить себе авторитет выпраковать. Это огромное зло, которое произошло, это невозможно гимназиум, с которым все не потратим поразить, за взрывное сгрупование в одном месте дети о таких рухницах вековых. Но я могу говорить о своей школе, о первом литереуме имени Лисса Словакского. Это школа, которая ма 380-летнюю традицию, а этих взорцов, авторитетов, а также выхования patriотичного ма на пауще мнусство. Додам только, что мы единой в поле школой, которая может посчетить такими абсолвентами, как например свят. Ж. З. Sebastian Пелчар, свят. З. Гороздовский, кс. Благославный Благослав Маркевич. Как на одну школу, двух святых, один благославный, то rzeczywiście это есть прекрасная ситуация. Но это есть wspaniaые постаки с пантеону обронцев, писарзы, маларзы, людей науки, но часто это звыкли, нормальни люди, которые до этой школы ходили, потом przekазали традык жизни, жизнь, также почувствие patriotyзма, которую później не осягнули высокий стопий научных, generальских, literackих, но przekазали милость не только своей ойцзны, но которые в этом почувствовали свои дети. И это мы многократно под звездом абсолютных или даже читая list людей, которые идут до школы, потому это целая церковь. То есть поколение лекции. Это поколение лекции. Действительно. Хочем вспомнить телефон do studия и запросить Państва до спорной дискусии. Если бы кто-то хотел сказать на патриотизм или представить нам свою reflexу, запрошем 016 67 67 000. Ген в далекей этой краине сканд мэ жище ся выводи там тэскнота моя плынет там были пиэнкни млодзи в тамте мейсса вциож повраться моё сердце и ма рэння там ма 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 Там в зеленой траве с росом Компе ноги влезненным рангем Там по рече в воде посол И до źródла ходе с бангем Там, в той студни запачzony Рзюцам камень, лече крошки Леч мое рече спростовано Неподобна езда в стужки Там специально, как бы для меня Пятый птак под окнем спела Там най-жащней светил ксенжин И най-глосьней шумил древа Там най-жащей в лесе ягод Живух, малин и по зиоме И там тоже, хоть очень старый Леч най-жащей был ми дом Там, где матка была за мной То не бракло ми ничего Там выстарчивал маћ кончик И там вручи душа мој До стуб матки Мы коханы Элли Экл Элли Элли Древн Элли Элли Патриотизм научить patriотызму, или, как скучно выховать до patriотызму? Таким первым моим отчетом в этом направлении, в этой работы, дугой, жмудной и вымагающей великого сразумения, даже, скажем, черплевости, потому что это праша, когда говорилось, в позитивии, такая, fundamentalная. Organичная. Не ма прервы на patriотызм. Он ест ciąгле, правда, в истории, в культуре, в традиции, в родине. Ест zawsze, можем меньше, чем меньше о том памятать, чем меньше, чем меньше уświadамять себе о той wartoсти. Але фактом ест, та wartoсть patriотызму потом може się przejawять в рожный способ, например, умилование ойчызны так, что умилование własной земли. То есть велка вещь, правда, почувствие, что родина не может быть завесена в пружь, она потребует фундаменту, а таким фундаментом то есть właśnie дом, родина и земля. Бо как может быть инакцией? Без земли то wieми, как в истории была троска о земле. Вииме, как в истории тросцовано себя, чтобы, powiedzми, не было выседлений. Вииме, какие скутки были тогда, когда, powiedzми, разбирано нашу ойчызну, заборы, а jednak была какая-то еще мощ додаткова. На pewno виара, на pewno здоровые традиции и звичания. На pewno również в этом вымаре велика культура народу. Это широко разумевая культура. Прошу. И как в России всегда приховывал эту наиболюбшую традицию, наиболюбшую культуру и неразлучно в истории был связан с патриотизмом. Ну, только мы како Полцы то мы так ументальны, что как трвога то до Бога, правда? Как было очень плохо, то всегда невозможно костиул был тем bastionом, был tą опоком, о которой разбили разные начальства, или потом был таким резервуарем сил, нальченем для противставления вселенному злу, которое нас отачало. Но как уже начинается волность, то настрая отверт, от идеалов, от склонности до пощадков, поступают в такой ситуации отверт от Кощества, а кое-голь от Бога. И тогда те поставы они они тумены через папку комерцийную, которая есть на бежом и мы можем обсервовать. И мы волность. И волность есть такая, как именно я спрашиваю, что волность прийма patriотизмам? Как полцы показывают в истории своего народа, нужно быть какое-то загрожение, чтобы мы были patriotами, готовы, так до конца, готовы отдать даже жизнь за ой, че? Я myślę, что не шкоди patriотизмам, а противотизм есть то постава, а за хвилицкой утвердзимы, что patriотизм есть то милость, то почему мы о милости говорим без uczуcia, только спроводить ее до какого-то пояснения политологичного или социологичного. Если есть uczуще, если есть намиетность, то та намиетность должна быть. Тут я мог бы слушать кс. Патера дуго и в угле не влачать, только седеть и слухать. Но вопрос этих постав, я бы тут используя то, что кс. Патер говорил, как учить, как дать милость до ойчизны. Вчера вспоминали о родине, о роли дзиадков. Не могло быть так, что в околицах народных, если уже может быть в этом моменте такая нагонка на patriотизм, то, что дзиадек, бабка не могла забрать внука, или внучка на спacer по улицам примысля, или прzejси на цментарь, затрима все гробы, в которых лежат богаты и участники разных постанов, которые значены бяло-червоны металами, на которых написаны цифры, в которых и в каких выражениях эта особа брала учаща. И такая лекция историй, пиэкна погода на пиэкна и есть весень или wspанияла весна, спacer, дзиадки идти и се учи. Это не только спacer по Премыслу, а по целом Подкарпачиу есть такая живая лекция patriотизма, но тут пан порушил интересный вопрос. Почему люди старше имеют глубже почувствие глубже связи со своей ойчизной? Они больше цехуют się patriотизмом. Бо посерзаем всех нас поврочишь на ойчизны лону. Еще загра загра heйна на mariackей wieży. Будем слышать Львов и Вилно крок наших жоўнеж. Поднесем то, что легло в военной Курзаве. Збудем замик więksший, piękнейший в Варшаве. И как в злотых дниах детињства będziemy слушали того звонка syгна турка, согнатурки, прощам, что вечно хвали. Ян Лехоў, Матка Боска Чэстоховска, właśnie, wydaje мне ся, что есть указаны та тэскнота и та равномочесне надзија, которая есть великой важностью, даже в трудных ситуациях, как тут было вспоминано, не конец, только powiedzмы военных и повоенных, но военных особенно, а также в какого-то типу загрошениях. Я думаю, что и сейчас наша ситуация, хоть бы в нашей ойчыщне полске, не бракуе великих загрошей, которые повинны вывозить и привозить нас власть до этой важности. Коше то, что было пињкне, то, чем себя любила молодежь. навет powiedzмы в харцерстве, в разных организациях, таких powiedzмы пул жоњерских, как это было стоваршение гимнастичное СОКУ. Товаршитво гимнастичное СОКУ, ССССССР, ССССР, парамилитарная организация. Учекло мне то окрести, не дякую пані лецянь. Парамилитарный. Сейчас не очень, скажем, молодежь гранит. Такое есть мои ощущения. А они имеют такие важности дисциплинарии. Скажем, скажем, что наше харцерство, ЗХП, не является тем скoutingом, которое выросло в своем часе. Ма pewные наличности политичные. Безгленно. Безгленно, именно. Это трудный темат. Это трудный темат. Мы должны спыкать на шереги политические, это правда. Но факт тем есть. Если, powiedzmy, если харцер, так говорим, как это было в праве харцерском, не пили, не пили, правда, заховывают стосовую цноту, культуру. Культура между хлопцами, правда, и то зухи, не зухи и высшая. Культура также и, powiedzmy, в закресе в отнесении до харцерок, czyli до дружин женских. Не до помышления было, чтобы урожать обуз под однимми намиотами. Кiedyсь. А то также варунку, правда, в этом kierunku. Может, трошки одошли мы от такой, но это есть одна культура особая. Это очень интересное, потому что привыкаем организации, которые в какой-то способ заховывали, но и очень глубоко, и учили, и выховывали до этого патриотизма. И кс. тут всказал, что бракуя этого сегодня, в таком вымере институциональном даже, для молодежи, прежде всего. Бракуя, в том, что, если chodzi о харцерство, скouting, то я вспомню, только они родили себя в моменте браку суверенности. А вот они были очень выразительно скерированы на эту działальность paramилитарную. А дисциплина такая, стрикто востковая, которая была wprowadзана в выховании, в этом патриотическом, в этих организациях, так как Товарисло Гимнастyczное Сокол, или Стрелец, Polskие Дружины Стрелецкие, Дружины Барташовые. Ну, тут было то эвидентное, правда, что мы идем, участвуем в этой wspólноте и приготовляемы себя в будущем до войны. Потом пришло двадцатолествие междувоженное и ци молодежи, которые застали в дружинах харцерских или скутовских, тех, которые уже эту волность вывалкали, они были как бы в цени этой Великой Горы, то есть те, которые о эту волность вывалкали и они стали для них безпосредних взорцем и идеалом. Конечно, это был авторитет этого поколения, которое принесло нас через Первую Волную Святую и вывалкало неподлеглость в двадцатолестве междувоженном. Так выховани, в таком почувствии патриотизма, сдавали свой экзамен в часе Другой Волны Святовой. То есть одна вещь. Могите тут, что такие организации были нощником патриотизма, чего сегодня немножко бракуя, но хотелось бы верить до вирса, который ksiądз цитовал перед chwilом. Не только до его трещи, но хотелось бы сказать, что история Polski, так буржливая культура Polski в каждом вымиаре, то те вортости с нощником патриотизма и они сейчас в какой-то способ гварентуют, правда, незапомнение, прежде всего, о ойтизме, ciąгу отвоевание себя до культуры, до истории. Ну, конечно, это невероятно сила школы, что может операть себя на каких-то взорках, которые проводятся до программ, а ведь вопрос о выборе трещи, которые станут о том выховании, также патриотизме, через статус лектора, через статус антологии литератских. Меньше или более счастливе, но они сау. Но вопрос не того, что появится лепша или гурша антология литератизма, только как молодежь ее будет отбирала, чтобы она не отбирала их какого-то сштучного, каких-то поз, такого гарнитуры, который нальше бы взять на показ при оказе матуры, на przykład, по то, чтобы ее сдать, чтобы заличить каких-то справдзян, только по-просто, чтобы чула. Czyli kwestia, знову wracаем до этого засадничего вонтку, как выховать до патриотизма. Это kwestия учуства, это kwestия учуства, это kwestия побыту dziecka, побыту молодежи, учня, по-просто, раз с научыцем, которые должны быть для них взорцем в местах, которые привыкли ему память и вскажут на те osoby, которые никым от них не разъяснили в своем часе. Поэтому не только богатерowie, велцы люди, но и те, которые были zwyклими шарачками. И их на przykład, если уже jesteśmy при этом вонтку таким мартыrologичным, война вырвала кого-то с домом. Был сыном, был мэржем, но был zwyклом постачем и в pewnем моменте рвуцила его в ситуацию, в которой не был выбору. Мусил ищ, волчил и выполнил свой обувиен, но он себя несомовно при этом всем боял. Я велократно, как историк, разговаривал с ветеранами II wojны святовой и я очень трудно познаю правдивого ветерана от этого папирного. Если говорит, что он не боялся, то значит, что он в этом удалу chyba не брал. Но если говорит мне на przykład человек, что, 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 я виртути милитари достоин, потому что не втринаем психичнее, и взлатаем карабин и полеяем, а за мной инди, но я уже имел достаточно седения в окопе и болтанясь с тем всем, что все делало. И если, то мне говорит, такой человек, я его тратую какого богата, его означено, он стает себя каким-то взорцем, но и ли есть сотни тысяч людей, которые были zwyклими людьми, которые выполнили свой обувиен, по то, чтобы была волна, и сейчас эту волнущу мы. Мне сейчас кажется, что поврот до таких въездков walkи, до въездков отваги назначенных или вымушенных через войну есть немного незразумие для нас, людей, которые выховали в целом покои, в браке какого-либо загрожения, а даже загрожения, которые становятся гораздо более деликатные и трудные до разнообразования, так на правду мы в уголе не загорожаем. Хочи о какие-то загрожения с учебной модой или с учебной культурой. Но так мне кажется, что просто не понимаем здесь. Мы знаем, овшем, может, зажима себе что-то такое было, ко до факту, но ко до какого-то такого проживания, отнесения и церпания с этого своих даже учусь. Намиетности, как пан окрести, эту мирусть до ойчызны, где-то трудно. Потому что мы кохаем теоретизировать и все теоретизировать, все говоримы, правда, в теоретизации, а за ними не появляется то, что самое важное, то есть учение, то есть ухуманизование некоторых пояснений. То не есть сштука выпродуковать множество подрэчников, в которых, правда, будет молодежь познать какую-то поведение, пояснений, будет себя с ними зазнайомить, скро не будет с ними уточнено. И тут есть этот раздвиг между теорием, которую втлачаем учениям до голов и с этого они сдадутся экзамены, но экзамену жизненового то они могут в этом моменте... Не мельче. Это интересный парадокс, правда, что patriоты позволил волчить волность, но волность с другой стороны нисшит этот patriотызм. Конечно, что так, срочно пояснение patriотызму то не есть только и выручнее милость, то есть сдание себе справы с того все, какие с этого konseквенции. То есть огромный закрас обвязков, который на человеку циунжен. Пропустим, может быть, это не актуальна аналогия, но в неделе были выборы самородовые, или какие-то выборы, которые были припроводаны в Третьей Рzeции и poziом freквенции, которую мы на этих выборах. Я попрошу очень, но моим данным, если до ситуации, в которой, так как на przykładе Белгии или некоторых краях Европы Заходной проводится обвязок голосования, пуйся до выборов, то, нистете, это будет небольшая поражка, которую можно выразить. Потому что так, потому что в этом моменте мы сдаем экзамен именно своего patriотизма. Какий patriотизм, если кому-то не хочет рушить, путь на выборы, потому что 5 минут или полгода его избавить? Можно таких труд, какой-то силы. Я бы так целиком этого не questionовал. Хочут в większej тожсамости те dzisiejсze угропования, więc внемки премьи верна прихи. Прекрасно это решение, все сигнары Бог, Summer, Оль�, Юз, мировой звук, значение и достаточно дебют в них оп subscriйте также и сегодня. Сейчас, что углубно понимают те, которые даже подписывают, не говорим о мыслах, но почувствие этой принадлежности на pewno не так мощное, как наших дядьков. Так бы даже можно сказать. Такое есть мое ощущение. Они это действительно понимали, что это выплывало от них, скажем, из их сердца, из их веры, из их мощности. Я бы, может, вот здесь такой фрагмент сцитовал. Пан Марьян Хемар, то есть львовянин, правда, ну, размилованный в Лвове, так же, как и пан неожыщий уже, Збигнев Херберт, но его поэзии даже за трудные, даже и тут, чтобы мы притачали, потому что нужно больше комментариев. Но тут фрагмент właśnie поэзии Пана Марьяна Хемара. Он смысл в 1972 году. И ко день шли мы в обо мне, так как прехознь мия джево, а Бога в джеве не память. А в джеве не память. И она была именно этим чудом на каждый день. В джеве не память. В джеве не память. В джеве не память. В джеве не память. В джеве, джеве не память. Оling быestre. В джеве быть пол Harvard В пол загЗИ. В джеве не память пришли еще complained. В джеве не память. В джеве не память. Пришли быzdку поясать в пол полnes. Ще марш у тебя в ней жиле. В джеве не память, чтобы сделать нояуш showedデщią. 11 мегата. У каждому глуха參ュ. Когда у них память. Прешил Пути agora, вlehきた коридоруполевский україн. Веден я начал Fell в тьеве не помять… Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Przecież niekoniecznie wyczerpująco. Przepraszam, że tak trochę humorystycznie, bo przecież nie musimy. Proszę bardzo, najbardziej. W ten sposób. Czy kultura współczesna? Szerokie jest pytanie. Kultura współczesna, bo powiedzmy kultura współczesna trzeba by podzielić. Powiedzmy, to jest także i twórczość piśmiennicza, i edycje, i książki, i poezja. Ta kultura współczesna to jest także sposób noszenia się, ubierania. A powiedzmy tym, czym żyje młodzież, bo to jest najbardziej krzykliwe. To jest powiedzmy współczesna muzyka, która moim zdaniem, przepraszam słuchaczy, jeśli ktoś podejmuje, moim zdaniem kultura współczesna muzyczna, którą powiedzmy tak jakoś uwielbia młodzież, młodzież, no nie jest nosicielem jakichś wielkich wartości. Takie jest moje odczucie, prawda? To jest powiedzmy ruch, no ruch, prawda, krzyk, hałas, mocny hałas. To bardziej zniechęca? Ja wiem, do czego zachęca, czy zniechęca, prawda? To zależy, co kto w tym będzie rozumiał. Ale na pewno nie jest to jakaś muzyka. Akuratnie właśnie tak byłem, że swojego czasu uczestniczyłem w wielkim koncercie, wielkim polskie rekwiem pendeleckiego, prawda? I to nie gdzie indziej, szanowni państwo słuchacze, tylko w katedrze lwowskiej. A więc można sobie odnieść, prawda, to tło historyczne, które tam miało miejsce i potem następne, i potem to wielkie wykonanie, wykonanie pod taką batutą, jak pan Krzysztof Pendelecki, bo sam delegował, prawda, jakieś powiedzmy 160 osób muzykujących i ta im, powiedzmy, ekspresja i ta moc i ta rozporównać, powiedzmy, z jakąś dyskoteką, prawda? No jest to wielki kontrast. Czy choćby te, powiedzmy, takie masowe, prawda, na rynkach Warszawy, czy gdzieś tam Woodstock, czy jakieś tam inne. No ja wiem, czy to może wykształcać jakąś kulturę osobistą. A pan jako nauczyciel... Może właśnie, panie Lucjanie. Może ja zasuruję... Czy patriotyzm wpisuje się jakoś w paletę wartości, które niesie współczesna kultura, zwłaszcza do ludzi? To znaczy z całą pewnością. Na pewno tutaj kwestia poruszona przez księdza Patera. W muzyce młodzieżowej, współczesnej na pewno tej ekspresji, ta ekspresja też jest, tylko jest inna. Na pewno jest ogromna dynamika i na pewno jest ogromna siła i głośność, to pewne. Natomiast są również treści. Estetyka, zupełnie inna estetyka, ale to jest estetyka ulicy po prostu. To jest estetyka ulicy, na której młodzież bardzo często przybywa i tam szuka tego towarzystwa. Więc rap jako rodzaj muzyki młodzieżowej, chętnie słuchanej, mało tego, rywalizacje różnego rodzaju, nawet na ulicach jednego miasta, czy miejscowości, pod względem stylu jakiegoś, który dana grupa, ta rapowa jest w stanie wytworzyć. Tam są słowa. Te słowa są stosowne do tych jednak uczuć, które ta młodzież ma. One nie są puste, bo słowa nigdy nie są puste, one coś wyrażają. To jest taki często, powiedzmy, krzyk, wołanie ich, tylko oby nie dla nich i tylko do nich. Oni po prostu chcą być słuchani i słuchani na swój sposób. Zresztą, jeżeli, powiedzmy, tego typu sytuacja miała miejsce, że na audiencju Ojca Świętego Jana Pawła II potrafił przyjąć, on, prawda, również tancerzy hip-hopu, prawda, i tak dalej, to znaczy, że on chciał ich zrozumieć, usłyszeć to ich wołanie i on ich słyszał. No dobrze, ale czy to wszystko uczy patriotyzmu? No zależy, jaką treść przekazuje. To jest bardzo często krytyka tego, co mają dookoła siebie, ale krytyka stosowna do wieku. Zawsze jest ten konflikt pokoleń, który zawsze był, jest i będzie. To jest nieodzowna część, jak gdyby, naszego życia. A nie jest tak dzisiaj, że bardziej modny jest kosmopolityzm niż patriotyzm? Znaczy i globalizm, i kosmopolityzm, prawda, czy są modne? Po prostu one są. One są, one nas otaczają i to jest kwestia wybrania, jak gdyby, w tym, co nas otacza, tego, co jest najbardziej wartościowe i spróbować identyfikowania się, próby identyfikacji się właśnie z tymi naszymi wartościami, bo jeżeli z jednej strony mamy do czynienia z taką sytuacją, że młodzież działa w masie, prawda, to ta masa jest jednak bardzo dokładnie zauważalna, nie tylko dlatego, że stanowi siłę i ilość, ale na przykład kwestia kibiców drużyn, prawda, różnego rodzaju piłkarskich, które wyraźnie się identyfikują z jakimiś kolorami i symbolami. Również postawa chociażby kibiców, na przykład polskiej drużyny narodowej. Za chwilę wrócimy jeszcze do tego wątku. Mamy telefon. Szczęść Boże, ksiądz Maciej Gierula. Kogo witam? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy serdecznie. Chciałem właśnie, słucham właśnie waszej audycji na temat patriotyzmu, ojczyzny, bardzo piękne słowa, bardzo wzniosłe. Dużo w audycji jest na temat tego, co już było, a bardzo mało na temat tego patriotyzmu i ojczyzny, która jest teraz. Według mnie ojczyzna i patriotyzm to jest nie tylko przykłady wielkich ludzi, którzy żyli dawno, dawno temu, którzy oddali swoje życie. Owszem, przede wszystkim tak, ale według mnie ojczyzna i patriotyzm to jest przede wszystkim życie szarych, zwykłych ludzi, bo ojczyzna to nie jest tylko Warszawa, prezydent, premier, konstytucja, tylko to są ludzie, którzy żyją obok nas. Każdy z nas posiada rodzinę, która jest w pewnym sensie ojczyzną i może właśnie to jest nasza ojczyzna. Kiedy czytałem wiele książek na temat II wojny światowej o motywacji ludzi, którzy szli na wojnę, żołnierzy, wyczytałem piękne słowa w jednej z książek, bardzo proste słowa, ale chyba oddające tak naprawdę ofiarę tych ludzi. Oni nie szli ginąć za prezydenta, za ziemię, tylko szli ginąć po to, aby ich rodzice, aby ich rodziny nie były rozstrzelane. To jest chyba motorem, które w jakiś sposób motywuje nas patriotycznie. Zawsze wtedy, kiedy się modlimy w intencji naszych rodziców, to jest chyba też tak, jakbyśmy się modlili za naszą ojczyznę i jest chyba też tak, jakbyśmy spełniali patriotyczny obowiązek. Cokolwiek robimy, czy w naszej rodzinie, czy w sąsiedztwie, w miejscowości, w której mieszkamy, w zakładzie pracy, czy w szkole, to jest chyba dzisiejszy patriotyzm. I to chciałem właśnie dzisiaj powiedzieć, bo bardzo mało było na temat, w tej audycji bardzo mało na temat tego, w jaki sposób formować patriotyzm dzisiaj, bo z tego, co słyszałem, słucham przez internet, jest dosyć duże opóźnienie tego, nie słyszałem słów na temat, no, kształtowania tego patriotyzmu w szkołach. Szacunku do flagi, do godła narodowego, do krzyża, bo Bóg, honor i ojczyzna, to są według mnie trzy słowa, które się doskonale uzupełniają, jedno bez drugiego i bez trzeciego nie może funkcjonować, nie może istnieć. Ja to wszystko tak rozumiem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Można się przedstawić jeszcze na koniec? Studentem jestem z Kobylan. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże. Co prawda myśmy nawiązywali do tych wątków szkolnych, jak szkoła może kształcić patriotów i tak naprawdę trudno jest znaleźć jedną receptę, trudno jest znaleźć przepis, który by jednak był odpowiedzią na wyzwania dzisiejsze, bo jednak zapotrzebowanie patriotyzmu jest ogromne. Natomiast jak wyjść naprzeciw tego, ciągle jest takim chyba problemem nieudolnie podejmowanym przez nas jako Polaków, nie tylko przez instytucje szkoły, nie tylko przez Kościół, nie tylko przez rodzinę. My widzimy pewne zagrożenia, a widzimy pewną nieudolność funkcjonowania nawet i rodziny w kwestii patriotyzmu. Ale jednak mimo wszystko, stwierdzamy bo jednogłośnie, że ten wysiłek mimo wszystko gdzieś jest, prawda? To znaczy mi się wydaje, że myśmy jednak o tych kwestiach współczesnego rozumienia patriotyzmu mówili dosyć dużo. Na początku. Znaczy i na początku i później również. Na pewno jest chęć, ja wrócę akurat do tego wątku, który zacząłem, jeżeli chodzi o kibiców, prawda? I identyfikowanie się, bo tutaj właśnie radiosłuchacz wspomniał o kwestii szacunku dla flagi, dla godła narodowego, jak najbardziej, czy do hymnu, ale właśnie one wychodzą szczególnie przy takich imprezach masowych. Raptem widzimy na przykład kibiców polskiej drużyny piłki nożnej, wspaniale, prawda? Wystrojonych w barwy narodowe, z orłami na piersiach, powiewające flagi. Mało tego, jeżeli jest kwestia hymnu, wszyscy stoją i śpiewają, no i okazuje się, że oni ten hymn znają. Może nie wszystkie zwrotki, może nie wszystkie zwrotki, ale wydaje się nawet, że chyba kibice są najczęściej śpiewającą grupą hymn narodowy w naszym narodzie. Nawet zdawać by się mogło, że przywłaszczyli sobie pewne symbole narodowe. Oczywiście, pytanie jak to robią i w jakim często są w stanie, jeżeli to robią. To jest pytanie o patriotyzm. Oczywiście, że tak, ale jest utożsamianie się i bardzo silna identyfikacja właśnie z tymi zewnętrznymi oznakami patriotyzmu, jakimi są barwy narodowe, jakim jest godło narodowe i to jest oczywiste. Natomiast jaka za tym idzie głębia? Czy pojęcie Bóg, honor, ojczyzna, czym spuentował zresztą radiosłuchacz tą swoją wypowiedź, czy one znalazły swoje miejsce na przykład w szkole, czy znalazły miejsce w rodzinie, czy znalazły miejsce właśnie w zakładzie pracy wśród nas wszystkich. To jest kwestia jednak nasza indywidualna. W szkole na pewno tak, oby nie w sposób sztuczny, zrobiony, wprowadzony gdzieś tam w ramach programu jakiegoś wychowawczego i tak dalej, i oby nie pozostawało na piśmie. W rodzinach, no tu jestem bardzo, bardzo ostrożny. To jest kwestia ogromnej pracy i to jest kwestia uczucia wychowania właśnie i zmiany jak gdyby postawy samych rodziców, wykazania większego zainteresowania dzieckiem i po prostu bycia razem z nim. No i kwestia wszystkiego pozostałego, prawda? Czyli na przykład stosunku władz państwowych do podtrzymania idei i tradycji. Ja przypomnę tylko, że pomiędzy pierwszym a trzecim maja jest dzień drugiego maja, prawda? Dzień flagi. I jak często właśnie nasze miejscowości wyglądają szmutno w tym dniu, kiedy flag nie ma, tak jakby to był wstyd czy jakaś, no nie wiem, porażka, dlaczego mam flagę wywieźć. A bardzo często okazuje się, że tej flagi po prostu w domu nie ma. Pozory być może. Być może bardzo zewnętrzna kwestia tego patriotyzmu, ale przecież gdyby to dziecko na przykład, szkoła uszyła flagę, zrobiło się akcję w szkole, w której wszyscy szyją flagę i to dziecko przynosi flagę do domu, mniej czy lepiej uszytą i wywiesza, ono się już będzie z tym utożsamiał, bo to jest jego flaga, przez niego zrobiona i może ojciec na to nie zwrócił uwagi, ale to dziecko zacznie w tym wypadku traktować tą flagę jako własną świętość, prawda, jako relikwię. Czy nie jest dzisiaj tak, że często patriotyzm ma naleciałość rozumienia nacjonalistycznego i często patriotyzm dzisiaj używany kojarzy się z nacjonalizmem, bo często tymi hasłami szergają grupy bardzo radykalne, często tak kojarzone i nawet tak przedstawiane przez media. Nie weszło do takiego kanonu rozumienia patriotyzmu dzisiaj, jako nieodłącznie z nacjonalizmem. Może pan profesor, ja bym nie miał takiego odniesienia, ale jeszcze do tamtej poprzedniej wypowiedzi, panie Lucjanie, i równocześnie w odpowiedzi. Nie, żebyśmy się usprawiedliwiali, bo i tak wszystkiego się nie przybierze w tej dzisiejszej audycji, czyśmy nie mówili o patriotyzmie na dziś. A ten fragment, proszę pana, kiedy pan profesor historii powiada, jak by było dobrze, gdyby babcia czy dziadziu wzięli wnuka i przeszli się przez miasto, przeszli na cmentarz, ukazali to i tamto, po mieście przeszli, ukazali piękne tablice, a nie ma ich naprawdę, to znaczy jest ich sporo i jest ich niemało, choćby nawet i w naszym mieście Przemyślu. I jest kilka pięknych pomników, które nie są zawsze szanowane. No nie są szanowane, prawda? Aż się, powiedzmy, prosi, żeby ten odzyw w tym kierunku. Drogi przyjacielu, nasze słuchaczu, dziękujemy za to, powiedzmy, dopełnianie, bo to jest współtworzenie takiej audycji. A weźmy jeszcze, weźmy jeszcze taką, powiedzmy, sprawę przedział, jak kultura osobista języka. Tu było powiedziane przez Pana Profesora, prawda, polskie flagi, polskie orły, prawda, i na czapkach, i na piersiach. A potem? A potem, gdy się wychodzi ze stadionu, a potem rozbijane krzesła i całe demontowanie. Potem przejście przez ulicę i zbijanie wystaw i tak dalej. I w tym, no proszę, proszę odnieść. Tak, ojciec na to też dobro wspólne. To jest dobro, wielkie dobro wspólne. I odpowiedzialność za to dobro. To jest ten nasz dom rodzinny. Od tego nie odchodzimy i naprawdę stójmy jak najmocniej na gruncie, że patriotyzm to jest dom rodzinny. Kultury, religii, tradycji i naszych różnych osobistych. Księże, tak mnie korci zadać to pytanie, bo przecież ojciec urodził się w miejscu, które kiedyś było Polską. Dziś nie należy do Polski. Tak, Małopolska. Ja nigdy nie mówię, że jest gdzieś tam, gdzieś tam, tylko Małopolska Wschodnia. Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Nie przestaje to być. Tak, trzeba być, trzeba właśnie odczuć. To ja wspomniałem w pewnym momencie. Wartość, wartość ziemi ojczystej. Wartość ojczyzny. Wartość domu rodzinnego. Szanowny Panie i Szanowni wszyscy słuchający nas dzisiaj. Jak przyjdzie się, jak przyszedłem, jak przychodziłem wiele razy i patrzę, nie ma domu rodzinnego. Został rozebrany. Nie ma kościoła naszego. Został rozebrany tam na wschodzie, bo jestem przesiedleńcem za Gródkiem Jagiellońskim. Nie ma szkoły, do której się chodziło. I wiele innych, prawda, nie ma. Więc teraz pytanie właśnie, jak to można odnieść do tej sprawy umiłowania. A jednak w sercu pozostaje to głębokie uczucie właśnie w odniesieniu do ojczyzny. Jeszcze jedno chciałbym poruszyć bardzo krótko. Ponieważ wszyscy politycy używają tego hasła patriotyzm, nie wnikamy, jak oni je rozumują. Natomiast gdzie leży taki punkt ciężkości patriotyzmu? Jeśli dzielimy scenę polityczną na prawice, lewice, na konserwatywnych, liberalnych, którzy mają większe prawo do posługiwania się hasłem patriotyzmu i którzy świadczą, przede wszystkim, którzy świadczą o tym bardziej. Może tak, jak to lekarze mówią, pierwszą rzeczą nie szkodzi. A więc jeśli ugrupowania nie biorą pod uwagę odpowiedzialności za społeczeństwo, za dobro społeczne, za przyszłość polskiego narodu, narodu, bo to trzeba powiedzieć, nie obywateli. Drodzy Państwo, gdy nas słuchacie ciągle, teraz już odwołuję się, bo to jest ważna rzecz. Nie obywateli, bo obywatelem może być każdy inny, który przyjdzie i otrzyma, tutaj powiedzmy w dowocie osobistym, że jest obywatelem polskim. Natomiast naród polski, być Polakiem, to jest właśnie ogromne, ważne, naprawdę ważne. Ja bym może jeszcze na koniec tak zacytował, naprawdę bardzo taka charakterystyczna, krótka ta poezja, Bryla, Ernest Bryl. Może właśnie jakoś dam radę jeszcze odczytać trochę. Boże, weź ziemię moją, jak listek zmarznięty i ogrzyj, ukryj w swoich dołoniach świętych. Może się jeszcze z lodu do życia odwinie i w żyłach rzek nadzieja, a nie krew popłynie. Może znów Wisła będzie Wisłą, a nie Blizną. Może się nam ojczyzna zrośnie z ojcowizną i to, co dobre w kraju, dobrym będzie w domu. Boże, ogrzej oddechem ten listek skulony, niechże się jeszcze chwilę po zieleni. Boże, wydobądź nas z cienia jesieni. Nie brakowało i poezji, nie brakowało i faktów historycznych, ale najważniejsze w tym wszystkim jest chyba nasza świadomość historii. Chciałbym tak puentując naszą rozmowę o patetyzmie, która na pewno nigdy nie będzie dokończona, dopóki Polska będzie na mapach świata i dopóki Polska będzie istnieć. I każdy ma tutaj prawo wypowiedzieć jakieś zdanie, jeśli tylko w sercu nosi własną ojczyznę. Chciałbym zacytować listę Episkopatu Polski z 1972 roku. Prawdziwa miłość do ojczyzny opiera się na głębokim przywiązaniu, miłowaniu tego, co rodzimy, niezależno od czasu i przestrzeni. Siłą twórczego, prawdziwego patriotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość. I choć człowiek stawia wartości ojczyste bardzo wysoko, to jednak wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyne ma prawo do tego, aby ustanawiać najwyższe normy moralne, niezależnie od poszczególnych narodów. Stąd chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny, ale także o rozwój duchowy i religijny. Dlatego właśnie patriotyzm pozostanie dla nas zawsze jakimś wyzwaniem. I na pewno nie jest to patos społeczny, ale nasz zbiorowy obowiązek. Dlatego jeśli chodzi o patriotyzm, musimy sami od siebie wymagać, w kulturze języka, w znajomości historii, trzeba widzieć, jak wygląda nasza ojczyzna i przede wszystkim uznawać nie tylko autorytety historyczne i tych, którzy uczą nas patriotyzmu, ale przede wszystkim za najwyższy autorytet uznać naszą ojczyznę. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj moim gościem. Przypomnę, że był nim ksiądz Tadeusz Pater i pan Lucjan Fatz. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radiosłuchaczom i zapraszam za tydzień na kolejne spojrzenia. Szczęść Boże! Dziękujemy. Szczęść Boże! Dziękujemy. Muzyka Dziękujemy. 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 Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Warszawę, okolice i całą Polskę. Dziękujemy Państwu w studiu i Państwu przy odbiornikach radiowych. Andrzej Sitorowski, Michał Półtorak, Maryna Warfus, Leszek Szczerwa, Adam Moszovański, Słowek Werny, Robert Kobrzyk, Mariusz Kędziołek. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 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 Субтитры создавал DimaTorzok